всем привет мы сейчас с вами едем в ступино потому что мне пришла очередная игра которую я заказывала в интернет-магазине я долго думала купить ее или нет но в итоге решила все-таки купить потому что мне она нравится она очень спокойная скажем так не для шумной компании чтобы посмеяться повеселиться там типа активити нет она такая спокойно походить спокойно там на логику на все на это игра называется маракеш она почему-то мало где есть сейчас во многих магазинах она почему-то кончилась или снята с продажей все такое но я все-таки нашла ее купила сейчас она придет смысл у нее в том что давайте я вам лучше смысл расскажу потом когда она у меня будет на руках потому что сейчас без нее на руках очень сложно мне кажется рассказать смысл игры которую не видишь воочию то есть я в нее уже играла свое время вот сложно будет рассказать не имея перед собой игру ребята как вы уже поняли у меня началась наверное очередная мания в плане игр если в прошлом году мы тут с машей охотились за детскими играми в этом году у меня какая-то мания теперь началась по взрослым играм мания в хорошем смысле слова мне хочется собрать у себя скажем так коллекцию игр в которые интересно будет поиграть взрослым не только в компании но и одному и поэтому я у вас хочу попросить совета наверняка многие из вас пробовали какие-нибудь игры я прошу вас посоветовать какие-нибудь интересные игры которые пригодятся не только для игры в компании не только для игры с детьми но и для игры например только взрослым любые неважно веселые там на логику без разницы я например больше всего люблю такие знаете стратегии или с уклоном в стратегию я очень люблю монополию мне очень понравился шакал но мне нравится маракеш но маракеш немножечко из другой серии скорее вот я в свое время смотрела игру виноделия я так понимаю что она тоже там надолго там нужно какие-то винодельные то ли строить то ли приобретать я не очень поняла честно говоря я ее не покупала я не играла я ее просто рассматриваю на сайте игры в общем если кто знает какие-то хорошие игрушки прошу посоветовать правда буду очень благодарна мне бы хотелось найти хотелось бы собрать эту коллекцию что еще я хотела а да вчера вечером я дочитала сару джио последняя камелия удивительно у меня последнее время книжки сару джио они конечно не толстенькие уходят всего пару дней если считать чисто вот по часам и по часам то это где-то около суток уходит на одну книжку сару джио я вчера дочитала книжка конечно очень классная она мне очень понравилась она безумно атмосферная и очень приятно читать но все-таки это не самая для меня лучшая книжка у сары джио все-таки для меня самая лучшая самая классная книга у сары джио я вот не знаю у меня остаются две они они меня делят первое место это ежевичная зима безумно понравилось и лунная тропа тоже очень понравилось просто очень я вот не знаю кто из них мне нравится больше но последняя камелия тоже хороша мне не очень понравился конец мне не очень понятна была линия мне не очень была понятна логична линия жены и мужа из настоящего времени не хотелось бы спойлерить но я ожидала от этой линии несколько другой развязки для чего все было вот так вот описывать всю книгу чтобы потом был вот такой вот конец в остальном же с камериями жутковатая история так первым делом идем забирать игру так иди у меня тут чего вот чех спасибо вот она вот и она да да ура ракеш закрываем так сейчас надо будет где-нибудь я не знаю этот пакет распаковать немножко это неудобно держать носить неудобно ничего не удобно может они там внутри они пакет конечно не положили да да здравствует не очень хороший скотч и очень хорошие пакеты мне удалось вытащить ручки из под скотча так поехали дальше теперь нужно покупать капли для глаз и потом зайти за книжечкой если она есть наличие все я кажется все сделала ну почти а я просто еще заходила в магазин в продуктовый было не очень удобно показать что я еще купила надо купить там яички и кое-что еще вот так маракеш маракеш да игрушка которая мне очень нравится вот она вот так выглядит там коврики всякие их нужно будет укладывать должным образом и купила еще одну игру не планировала ее покупать но зашла в детский магазин и увидела ее там и решила все-таки купить потому что она конечно очень сильно мне кажется развивает логику тоже и мышление и как-то пространственный взгляд что ли предугадывание тоже в общем игрушка называется сумасшедший лабиринт игра очень прикольная тоже покажу поподробнее дома но в ней такое вот большое поле в котором можно сдвигать строчки с проходами но не каждый можно двигать только те строчки где есть желтые стрелочки поперек и вдоль соответственно нужно будет добираться до определенных картинок на поле и карточки с вот этими вот картинками в общем подробнее покажу уже дома мне это уже конечно детская игрушка вот взрослым в нее играть будет я думаю не интересно но вот так вот с ребенком вместе поиграть попередвигать вот эти вот лабиринт вот этот вот чтобы добираться до определенного места это будет полезно мне кажется я видела в комментариях мне писали как ты так паркуешься задом спиной точнее спиной я не знаю но мне почему-то спиной парковаться всегда легче чем передом я даже когда приезжаю на парковку супермаркета я всегда становлюсь задом чтобы потом выезжать можно было передом не знаю почему мне так привычнее мне так удобнее как то я себя так увереннее чувствую все и выезжать потом как то легче что ли чем когда народ начинает сдавать задом нужно выруливать вот вот когда задом сдают из парковки вот это вот мне не очень удобно а эту игру ты знаешь здрасте приехали лабиринт кто играл дома у надюш с верочкой ну помнишь его да будем играть будем это коврики тоже будем играть да молодец только если ты доешь наконец таки давай давай маш надо слушайте я в шоке бизнес прям честное слово я просто сегодня в ступино зашла в книжный лабиринт в книжный магазин на четвертом на третьем этаже уже не помню я каждый раз в него захожу просто посмотреть на новинки есть что-нибудь новенькое или нет я знаю что он дорогой но я никак не ожидала что настолько потому что я сегодня в него зашла думаю дай посмотрю новую книжку сары джио у нее вышла новая книга называется назад к тебе захожу есть есть да есть проводит меня к полке я ее в руки беру переворачиваю другой стороной посмотреть сколько она стоит а она у них стоит 700 я чуть посадок не выпала потому что вообще-то эта книжка стоит по-моему то ли 340 то ли 370 на лабиринте и на озоне и тут я переворачиваюсь 700 я нифига себе я думаю бизнес как можно цену завышать в два раза я ее это у меня в голове не укладывается вообще никак естественно я ее не взяла зачем мне это надо еще удивительнее всего что именно в этом магазине в конце находится выдача интернет-магазина лабиринт то есть можно купить книжку за 340 или 370 уже не помню и получить ее в этом же магазине просто выдачи у нас супер смелый пес я сейчас смеялась разбирала пакет после игрушек а в нем куча чеков от одной игрушки от второй и у меня из рук выпадает чек случайно и падает ей на спину как она вздрогнула как она дрогнула как она дрогнула ужас охранник это это вы меня должны покоронять в прошлом народе элита трусливая элита какая-то чек чек упал на спину тяжелый чек большой тяжелый чек да вообще защита так мы решили с машулькой поиграть в маракеш заодно я покажу что там в коробке и расскажу про саму игру так я уже сняла с нее защитную пленочку и так в коробке у нас находится инструкция довольно толстенькая книжечка хотя внутри у нее в общем то нет ничего такого уж очень замудренного так даже с картинками видимо как ходы совершать да подробно как совершать ходы накладывание ковров и всякое такое ну-ка да платежи между игроками окончание игры правила и так далее книжка большая но по факту она просто очень интернациональная у нее правила дублируются здесь на многих многих языках а сами правила на самом деле очень простые умещаются на одну страничку буквально так дальше в коробке набор с деньгами с дирхамами здесь монетки по одному дирхаму и по пять дирхам желтенькие по пять серенькие по одному также в наборе мешочек в мешочке у нас находится главный персонаж осам и кубик с помощью которого будем ходить по полю вот он наш осам у осама есть лицевая сторона его нужно будет поворачивать в какую сторону ты собираешься ходить так и кубик на кубике изображены тапочки вот такие тапочки на кубике изображены количество тапочек на кубике от одного до четырех так поле игровое на самом деле я видела что есть две вариации поле есть вот такое оранжевое и есть поле с зелеными краями мне больше нравится оранжевое если честно оно какое-то более такое восточное что ли вот эти вот узоры это не просто узоры это стрелки если осам вдруг подходит сюда то он собственно по этой стрелке разворачивается и идет обратно на поле так кладем да наше поле и вот в этой коробке находятся ковры сейчас они упакованы будем сейчас снимать с них вот эти вот штучки эти ленточки сейчас с них снимем вот ковры это тут ковры четырех цветов красный желтый коричневый и синий коврики достаточно толстенькие мне попались ковры из такого из бархата велюра я даже не знаю как это называется ткань ну очень похоже на замшу что ли вместе с бархатом я не знаю в общем на ощупь что-то такое но вы знаете всем ковры попадаются из разной ткани вот я видела из не бархатные ковры я видела вот мы играли в общем кому как повезет что там у тебя комком да что мы влезли комком теперь уж все нет как вор на ярмарку вот все все нет нет да что такое мася мася ну одень ботики и все и не мучиться с сапогами ну что ты или просто заправить носки а чего черепах машка черепах да кто ж тебя знает то почему ты черепах да кто ж тебя знает то почему ты черепах да у нас сегодня целый день дождь идет с сыром а теперь уже наконец-то стой я вообще-то хочу погулять сейчас пойдешь значит то что ты завязывала сапоги полчаса это нормально а я значит не могу проверить дочь да как у тебя нос стой ну вот тут вот только небольшой синячок и припухлость да подожди ты я не трогаю тебя вредина говядина иди отсюда все гуляй от зла от зла давай пока ой наконец-то отпустили гулять лопнет она сейчас да у нас сегодня сыро-сыро фу-фу-фу и холодно так машулька уже успела сбегать погулять и мы продолжаем я уже раздала по 30 дирхам это для начала игры выбрала себе желтые ковры машуля выбрала себе синие ковры да по правилам так как мы играем с ней вдвоем мы должны выбрать два комплекта ковров то есть еще цвета которые там остались красный и коричневый но мы с ней для начала будем играть только одними стопками выставили дядю осама осам да я вот и кубик ну что ты первая начнешь ходить да давай поворачивай дядю туда куда ты хочешь пойти осам так бросай кубик ой сколько четыре четыре тапка раз два три по стрелке смотри куда стрелки четыре правильно и теперь кладешь ковер так чтобы он касался дядю дяди да так как хочешь а можно да можно нет по клеткам нужно класть ровно вот так да угу так ты пошла теперь хожу я я пожалуй пойду я повернусь вон туда так и у меня три тапка раз два три я выкладываю свой ковер я положу вот сюда на краешек на я давай теперь ты а дядю если ты не повернешь дядю будешь ходить в ту сторону в которую он повернут поняла да не забывай дядю поворачивать если забыла то ходишь в ту в какую он был повернут и заплатишь да и заплатишь тогда один могла бы заплатить представляешь а сейчас не заплатишь так ты никому не платишь клетка пустая но кладешь свой ковер опять да рядом с дядей вонючие ковры свои ну да они пахнут просто не очень эти да я даже говорила фу гадость ну по-моему я так говорю ну я надеюсь что они выветрятся ткань пахнет неприятно так теперь хожу я а сам кстати может поворачиваться только на 90 градусов мы с девчонками играли и крутили его как хотели даже назад его разворачивали оказывается так делать нельзя в правилах это написано так поехали дальше в общем в конце выигрывает тот у кого остается больше денег и больше нет и больше видно ковров заходи да отключи пожалуйста я забыла на калитку закрывать да я я тогда на сейчас выигрывает тот у кого остается на поле больше видимых клеток с ковром потому что сейчас ковры начнут перекрывать друг друга и в конце считаются только те клетки которые видны с твоим цветом и у кого остается большее количество денег деньги считаются вместе с коврами вместе с клеточками поэтому в итоге получается одна сумма одно число так поехали дальше ходи ходи или три три так коврик клади ковер угу так а я пожалуй пойду назад я не могу пойти могу либо вверх либо сюда нет я оставлю его пожалуй а то я еще не дай бог попаду на твое синее поле и тогда все да три раз два три мама ты должна мне хоть немножко заплатить ну вот когда я попаду на твое поле тогда я и заплачу деловая колбаска так плати я вот буду свои ковры соединять давай так секундочку я так а как ты повернула его я его так как ты его вот так назад повернула назад нельзя поворачивать а как я тогда Ковер стили. А я буду свои соединить. Мудро. Как мне теперь выбраться-то отсюда? Никак. Нет, почему никак? Сейчас я вот сюда повернусь. Дай-ка мне кубик. С тапками. С тапками. Два. Получается. Раз, два. На свою становлюсь. Нормально. Можно жить. А если на мою, то не можно жить. Надо убирать потихонечку, извините, твои эти коврики тут. У меня больше ковров. Тут ты все заполонила. Потому что я думаю, и молодец я. Я думаю, либо сюда их поставить, либо вот сюда их поставить. Надо разбивать тебя. Так. Нельзя меня разбивать. Так. Дядьку своего оставляешь или? Думай, думай, голова. Оставляешь? Нет, не оставляю. Вот так вот. Надеюсь, у нас добирается. Спорю, я сейчас не буду тебе платить. Сколько там? Так. Двойка? Так. Ну, кидай еще раз, господи. А то не пойми. Три. Три тапка. У меня и было три. На своем поле, да. Ходи. Клади ковер. Повезло тебе, кукушка. Повезло мне. Так. Как-то надо тут твои убирать. Давай, да. Закрывает мой ковер, попка. Попка-жубка. Все. Пока-пока. Мамина ковр. И как я теперь из этой западни буду выкручиваться? Если я сейчас попаду на вот это твое поле, я разорюсь нафиг по монетам. На удивление, но Маша меня пока делает. Вообще, в легкую просто. Машкины ковры синие. Сколько у нее клеток? Вот. Я сейчас попала на вот это синее поле и разом заплатила ей 14 монет. Во как. Теперь у нее денег больше и, похоже, ковров тоже больше. Видно. В общем, у нас с Машулей ничья. Один раз победила она. Один раз победила я. Вот. В общем, классно. Хорошо поиграли. Еще, наверное, будем играть. Ей очень понравилось. Понравилось? Да. Вот. Так что, наверное, еще поиграем завтра. И плюс у нас еще будет игрушка лабиринт. Сумасшедший лабиринт. Тоже, я думаю, что опробуем в ближайшие дни, да? Угу. А то мы с тобой тогда в гостях играли. По-моему, было неплохо, мне кажется, да? Угу. Ну вот. Ну вот, в общем-то и все. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok